Приветствую всех, это Уильямом Зелак, и я хочу пригласить вас в наш четвертый эпизод Джанесс Лонжевити Ти Ви. Рождение — это не преступление. Тогда почему мы должны быть обречены на смерть? Разве смерть неизбежна? На самом деле вы удивитесь, когда узнаете, что старение не существует от самого начала времен. 4,5 миллиарда лет назад появилась автономная клетка. Эта клетка не старела. Она обладала способностью бесконечного деления. 3 миллиарда лет спустя некоторые из этих клеток стали образовывать организмы, такие как черви, рыбы и, наконец, человек. Однако, эти клетки подвергались процессу старения, и они потеряли способность к бесконечному делению. Сегодня мы знаем почему. Те клетки, так называемые соматические клетки, содержали ген, который контролировал выработку теломеразы. И этот ген был и остается выключенным. Не имея возможности производить теломеразу, теломеры начинают сокращаться, и клетки начинают погибать. Почему существует такая разница в продолжительности жизни человека и других животных? Позвольте мне провести несколько примеров. Вы слышали о Джорджа? Джордж — это американский омар, который родился в 1869 году, и сейчас ему 140 лет. Он был своеобразным талисманом ресторанов в Нью-Йорке, и его выпустили в океан в 2010 году. Возможно, он до сих пор жив. Как же так? Неужели омары бессмертны? Это не совсем так. Но они не умирают от старости, так как их теломераза постоянно включена, и поэтому их клетки не умирают. Однако, они чувствительны к инфекциям, возникающим в их раковинах, и они могут умереть от этих бактерий. В Японии карп кой известен своим долголетием. Это очень красивая рыба, обычно с красно-белыми пятнами. Некоторым из них даже дали имена. Одна из самых известных, рыба ханако, которая умерла в июле 1977 года в возрасте 226 лет. Некоторые черепахи также живут очень долго. Одна из них, а два это Сейшел, которая прожила около 250 лет. Существуют даже такие организмы, которые обладают неограниченной продолжительностью жизни. Например, бактерия арфробактер. Она может находиться в состоянии покоя на протяжении тысячи лет, а затем внезапно проснуться. Гидра – один из самых уникальных видов, не поддающихся смерти. Когда отсекают часть ее тела, оно регенерируется через два или три дня. Теоретически, гидру можно было бы считать бессмертной, так как у нее есть стволовые клетки. В случае повреждения стволовые клетки видоизменяются, чтобы образовать утраченные клетки и воссоздать потерянную часть тела. Если некоторые животные обладают неограниченной продолжительностью жизни, почему мы должны быть обречены на смерть? Другими словами, обладаем ли мы в настоящий момент необходимыми знаниями и технологией, чтобы жить вечно? В этот конкретный момент ответ – нет. Однако вот что мы знаем. Мы уже можем повернуть вспять старение внутри человеческих клеток, но мы не знаем наверняка, можем ли мы повернуть вспять процесс вашего или моего старения. Мы можем значительно замедлить болезни и процесс старения. намного больше, чем вы думаете. Но у нас пока нет чудодейственного средства, чтобы продлить человеческую жизнь на века. Что же нам необходимо для того, чтобы жить долго? В Джинесс наше поколение молодых верит, что мы можем жить достаточно, чтобы жить вечно. Это значит, что мы создаем временные решения, такие как восстановление ДНК, активация теломеразы и поддержание стволовых клеток. Мы делаем это, чтобы жить как можно дольше, чтобы потом воспользоваться разработками другого лауреата Нобелевской премии, который, возможно, сможет найти еще одно решение для следующих 20 лет жизни. Это даст нам дополнительное время, чтобы дождаться следующего открытия. Да. Бессмертие не за горами. Меня зовут Уильямом Зелак, я представляю поколение молодых. Увидимся в следующем эпизоде. Спасибо. Джанесс. Мы реагируем молодость.